Выступает Баян Щеглов с песней «Смуглянка». «Небо наше» – так называется военно-музыкальный спектакль, поставленный артистами народного ансамбля «Родная земля» под руководством режиссера Максима Линникова. За основу взятки на сценарий в бой идут одни старики. История о войне, любви и, конечно же, песни, которая помогала в самые сложные годы. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной. Валентину Дмитриевичу – 95. Прошел всю войну, как и герой спектакля «Летал на истребителях». Кончил школу в 41-м году, началась война. И до 45-го года я был в армии, воевал, кончил войну в Берлине. И служил 30 календарных лет, летал, два-три раза ранен. Вот это вот, это ранение, три ранения, два легких, одно тяжелое. Жил в Гвардейске, попал на фронт в морскую бригаду. Морская бригада по Сталиградам. Ну вот, это значок об окончании летного училища. Это военно-воздушная академия. Кончил военно-воздушную академию Молина. Полковник в отставке, замкомандиры дивизии. Летал на истребителях, потом на военно-транспортных самолетах. Рад, что дожил до этого времени, до праздника. Вот и все же, рад видеть молодых людей, которые их интересуют. Что это за праздник? Почему праздник? Потому что не все уже знают нашу историю. С Муглянка, неси варен, сыпемся! Расцветали в яблые груши, поплыли турбаны над рекой. Выходила нами Катюша, нам все не верит в округ. Симеону Михайловичу сейчас 92. Закончил артиллерийскую школу. 17-летним пареньком записался на фронт. С 44-го служил в авиации в Латвии. Я увидел войну в самом начале. Немцы начали бомбить Москву. 22 июля 41-го года это был первый налет на Москву. И с тех пор самолеты фашистские налетали регулярно, вечером. И регулярно вечером облигалось затемнение, было сирена, люди укрывались в убежище. А я тогда жил вот в Риутове, под Москвой, в маленьких домах. И мы, значит, укрывались в земля, которую мы сами вырвали. Очень большой праздник. Это святой праздник. Как правильно в песне поет со слезами на глазах. Накануне Великого праздника, после долгих лет тишины, легендарный актовый зал Пневиса вновь открыл свои двери для зрителей. Постановка «Небо наше» прошла под эгидой Года театра в России. Поздравить участников войны и ветеранов пришли гости мероприятия и новый директор института. Было принято решение организовать этот спектакль для того, чтобы отдать дань нашим ветеранам, тем людям, нашим родителям, дедам, которые положили свою жизнь для того, чтобы мы жили счастливо. Учили своих детей, передавали им те навыки и квалификации, компетенциями, которыми мы обладаем. И я хочу вас поздравить с этим прекрасным праздником, с Днем Победы. Счастья вам всем, здоровья, живите еще долго. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот как сегодня я встретил ветерана, которому он признался, я молодой юный, но всего-навсего 95 лет. Вот чтобы жили так долго ветераны, которые защищали нашу Родину, по-настоящему защищали. Поэтому огромное вам всем спасибо, низкий вам поклон. Мелодии военных лет никого не оставили равнодушными. Игорь Борисович признается, захотелось танцевать, не дожидаясь антракта. Каждому из нас было весьма приятно присутствовать здесь. Внимание большое, очень интересно, очень хорошо. От себя лично я благодарен всем устроителям. Спектакль мне очень понравился, просто до слез. Он ранил сердце, так как я помню войну, помню все, что было. Я была в Москве, и мне 85 лет. Поэтому я все помню, и я со слезами на глазах, и с большой благодарностью в сердце. Я стану в небе, и журавли, и я стану, и я стану, и я стану в такой же сердце. И свой певец, птичьи, и отрекая, все воскресенье на сердце. Я хотел сказать, что самое главное, чтобы последующие поколения помнили тот подвиг героический простых людей, от млада до велика, которые положили свою жизнь ради того, чтобы мы сейчас стояли, чтобы все мы были живы. И, собственно, мы хотели спектаклем рассказать об этом. Это, в общем, основная, наверное, мысль есть донести до нынешних поколений. Счастья, здоровья, и чтобы они еще подольше прожили, чтобы все было у них хорошо. Развенение можно петь? На войне не только можно, но и нужно петь. На войне без песни не выживешь. Будем жить! По окончании праздника всем гостям вручили памятные подарки к Дню Великой Победы. А спектакль с символичным названием «Небо наше» стал напоминанием для всех живущих о ценности мирного неба над головой. Продолжение следует...